Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от Клуба Дорог на знание правил дорожного движения. Кто из наших водителей, двигаясь по выбранной им траектории, нарушает правила? Нам предлагают следующие варианты ответов. Водитель синего автомобиля, водитель красного автомобиля, водитель желтого автомобиля, водители синего и желтого автомобилей или все-таки это водители красного и желтого автомобилей? Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. А пока вы решаете эту задачу, я хочу вас попросить поддержать команду Клуб Дорог, подписавшись на наш канал на площадке Яндекс.Дзен. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе решаем нашу сегодняшнюю задачу. Перед нами перекресток, образованный путем пересечения двух дорог, одна из которых главная, вторая, второстепенная. По главной дороге организовано реверсивное движение, на что указывают соответствующие знаки особых предписаний, разметка 1-9 и реверсивный светофор. При этом реверсивный светофор выключен. Находясь на селеном пункте, для движения в прямом направлении водителям разрешается использовать любую удобную полосу. Ну, почти всегда водитель красного автомобиля, выехав на среднюю полосу, в этой ситуации нарушает правила. Реверсивный светофор выключен, а значит движение по реверсивной полосе запрещено. Водитель красного автомобиля выбрал запрещенную траекторию для движения. Целью выполнения поворота налево водители обязаны занять крайне левое положение на проезжей части, предназначенной для попутного движения. В данной ситуации у водителя синего автомобиля всего одна попутная полоса, дальше влево ему уже некуда перестраиваться, а значит для выполнения поворота налево он выбрал разрешенную траекторию для движения. При выполнении поворота налево водителям разрешается заехать в любую попутную полосу, но только не в этом случае. Знак особых предписаний 510 проинформировал водителя желтого автомобиля о том, что он выезжает на дорогу, на которой организовано реверсивное движение. А в этом случае и поворачивая направо, и поворачивая налево, он обязан заезжать в крайнюю правую полосу. Без разницы разрешено движение по реверсивной полосе или нет, заезжать в среднюю полосу в данной ситуации водителю желтого автомобиля запрещено. Но траектория, которую он выбрал, является запрещенной. Разобрав все запреты, предписания, ограничения, мы с вами выяснили, что двигаясь по выбранной траектории, правила нарушают водители красного и желтого автомобилей. Правильный вариант ответа номер 5. Ну вот, на сегодня и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то поставьте лайк, подпишитесь, не забудьте прокомментировать и поделиться с друзьями. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok